Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На данный момент уже произведена сухая чистка посредством специальной турбо-щетки. После замачивания ткани и сейчас происходит уже чистящий процесс с чертовной щеткой, которая собирает грязь и поступает в моющий пылесос. А какой пылесос используется здесь? Мы используем только специальное оборудование CleanFix. А какой это вот номер именно CleanFix? Ну, это секрет компании, конечно. Это самый оптимальный выбор моющего пылесоса, у которого подача и всасывание разбора соответствует стандартам. Ну, а этим ГОСТом, скажем так, да? Ну, скажем так, для тысячи сантиметров... И сколько же мощность приняла? 1600 Ваш. То есть, 1600 Ваш. Ну, в принципе, достаточно. Но для пылесоса это даже более, наверное... Ну, я Вам скажу, что данный модель пылесоса с данными насадками позволяет прососствовать пыль из фаролога толщиной до 33 сантиметра. Ого! Насадки пылесоса. А какие насадки нельзя показать, как бы, в камеру? Куда вот, в камеру? Которая турбонасадка, которая имеет специальный... Специальное конусное направление для усиления всасывания сухой пыли. То есть, этой насадкой специально производится сухая чистка. Далее насадка, которую использует сейчас мастер, это моющая насадка. У нее идет одновременный процесс подачи раствора и всасывает пылесос обратно. Ну, уже эффект, как бы, видим, скажем так. А сейчас, как чистый раствор закончится, в тресосе мы достанем шарку с мягкой водой, посмотрим результат того, что уже было снято с данного пылесоса. А вот, на ваш взгляд, как профессионала, вот, скажем так, угловой диван, в каком состоянии он там находится? То есть, как оценивать? Есть какая-то шкала или какие-то... Мы используем фестивальную шкалу степени загрязнения, но на данный диван, как бы, можно поставить оценку, там, про 7-8 баллов на стоточный грязный. Достаточно грязный сейчас, да? То есть, конечно, не совсем, как это говорится, предсмертное состояние, да? Убитый. Да, но видно, что данную мебель не чистили очень давно. То есть, если посмотреть на те же самые подлокотники, сидящие и посадочные места, соответственно, только у нас кюрики. Ясненько, ясненько. И, наверное, ну, как у обывателя, любого, возникает вопрос тогда, это стоимость вот этого оборудования. Вот именно Клинфикс вы говорите, да? Клинфикс, я вам скажу так, что полный комплект оборудования, стоимость доходит до 250 тысяч одного комплекта оборудования. Это что туда будет входить? Все необходимые насадки, препараты, Дим, Дим, покажи, пожалуйста, на камеру. На камеру, вот, пожалуйста. Смотрите, вот это вот вода, которая вышла с данного дивана. Как бы в стоимость входит, соответственно, сам аппарат, насадки. Выключили, да? Нет, пока. И, соответственно, как бы все необходимые препараты. А сам вот аппарат примерно? Ну, примерно где-то в районе 100 тысяч рублей. Ну, то есть, я, ну, чтобы процентовка от этой, от общей суммы 200, но это достаточно дорогое, удовольствие. Достаточно дорогое, да, ну, как бы. А как, ну, именно вы пришли, вот, в процессе вашей, как бы, деятельности, правильно? Да, конечно. Вы пришли именно к этому аппарату. Я думаю, вы перепробовали-то уже все. Скажем так, мы когда начинали заниматься клининговым бизнесом в 2008 году, в принципе, уже понимали, насколько это будет все профессионально. И искали самые мощные аппараты на того времени, соответственно, конечно, были и другие марки, но к этой мы пришли уже буквально там через 2-3 года, после чего, как бы, поехали в Швейцарию на бизнес-обучение соответствующее и произвели закупку данных аппаратов и до сих пор производим закупку комплектующих. Докупаете? Да, докупаете. Вот сейчас что делает мастер? А сейчас он засыпает гипоаллергенно-сертифицированный порошок Керхер РМ470. Это тоже единственный в своем роде порошок, который... Это тоже Керхеровский препарат специальный, это усилитель очистки тканей. Это вот сейчас усилитель льется, да? Да, да, это сентран, да. Это единственная, в принципе, химия, которую можно использовать для очистки бытовой мебели по ГОСТу. Да, то есть, которая имеет сертификат. Все остальное, что используется, это все уже мало-мальски, скажем так, неправильно. То есть, во-первых, небезопасно для, в первую очередь, для здоровья клиентов, а во-вторую очередь это, соответственно, для самой обивки мебели. То есть, она может пересохнуть, может там еще как-то потрескаться или еще что-то произойти. Поэтому лучше использовать только дорогие порошки. Все разливается, чистая вода. Теплая, да? Да, соответственно, теплая. Вот именно вот такая вот эта норма. Да, там есть определенные нормы, которые... Это сколько здесь примерно, литра 3? 5 литров, да? 5 литров, да? 5 литров, да? И размешивается вот эта вот содержимая. Да, размешивается очень тщательно, для того, чтобы не оставалось неразмешанного. Интересно, интересно это все. И технология, вот, то есть, а если диван, например, кожаный, это уже другой подход, да? Да, это совершенно другой подход. Но мы сегодня тоже, я думаю, вы нам позволите, мы тоже отснимем этот самый материал. Вот так вот. И сейчас продолжена работа, да? Да, да. Работа у нас нравится, и вот. Да. А из какого материала вот это вот, какой материал? Это вот замш все-таки, да? Ну, это смесь замш с микровелюром, то есть, ну, достаточно... Замш с микровелюром, да? Да, то есть, ну, это достаточно антивандальная ткань, которая достаточно хорошо чистится. А, все-таки антивандальная считается? Она антивандальная, да, то есть, ее чистить можно, она очищается, как вы видите, весьма хорошо. Но, в любом случае, не нужно запускать мебель до состояния, как бы, сильного загрязнения. Вообще, рекомендуется делать профилактическую чистку хотя бы раз в год, раз в полтора года, да? То есть, это... Это дешевле, грубо говоря, по итогу будет. Да, это дешевле, чем потом поменять мебель, покупать новую, там, и очищать от таких-то сильных загрязнений. Потому что даже после профессиональной чистки, когда мебель уже загрязнена, там, по 10-ти больной шкале, ее невозможно вычистить до идеального состояния. Это гораздо лучше подделка. Вот на данный момент у нас опять закончился раскол, сбитый. А как вы видите, что раствор заканчивается? У меня есть характерный звук. Ага, самого аппарата. Когда ему вода у нас опять вот в таком состоянии. Да, но качество уже работы, конечно, уже видно. Ну, конечно, если сравнить по вот этому ближнему подлокотнику, который уже сделан сухой чисткой, и тот, который почистили, конечно. То есть, вот ближний уже, сухая чистка уже произошла? Сухая чистка сделана, то есть, уже, в принципе, он стал чищен. Тем не менее, видно, что он грязный. И, допустим, тот, который уже почистили. То есть, у него и цвет насыщенный, и грязь. А, кстати, хотел вот вопрос. У меня этот самый супруга задавала вопрос. А цвет теряется при чистке? Нет, это безопасный препарат, который не выедает. Не выедает. Не выедает. Не выедает. Ну, то есть, вы бы видели. То есть, зелень наша останется, скажем так. Вы бы видели, если бы цвета уходили бы, по состоянию воды был бы зеленый оттенок. А там есть только черный, и это говорит о том, что выходит только грязь, и он как раз остается. И опять два колпачка, да? Да, два колпачка. Это усилитель. Это усилитель, да, для выведения загрязнения. А состав его, интересно? Это может щелочной какой-то, да? Да, всё щелочной, но это можно, на самом деле, посмотреть на сайте Кёркера. То есть, там всё есть. Но вы закупаетесь исключительно у них. Исключительно в компании Кёркер. Потому что это всё, грубо говоря, сертифицировано. Да, это единственная, в принципе, компания, которая выдает сертификат, и которая действительно безопасная. И плюс к всему и очищает. Понимаете, есть другие, да, разные порошки, которые можно использовать. Ну, тоже есть сертификаты, но они малодейственные. То есть, вы их применяете, начинаете процесс чистки, а толком никакого. Как бы они стоят дешевле, но результат не даёт. И опять размешиваем. В среднем по времени, вот сколько уходит на этот диван? Ну, на такие диваны, скажем так, без кресла. Ну, как правило, там от 30 минут до часа. 30 минут до часа. Ну, как правило, там от 30 минут до часа. Не одевая никаких защитных перчаток, это, может быть, безопасно. Нет, это не аллергический треаж, не раздражение, абсолютно безопасно. Если по-насаметку домохозяйкам, которые, там, маленьких детей, очень часто в компании звонят люди, которые успокоены, с тем, кто у них есть маленькие дети, или рождаются маленькие дети в сторону людей, то, соответственно, вы знаете, что это запах. А вот ещё поручили задать вам вопрос по чехлам. Можете что-то сказать? Вот вы рекомендуете чехлы или не рекомендуете чехлы на мебель? На мягкую, например. Я понимаю, что это любительский вопрос. Всё зависит от степени эксплуатации. Если же вы принимаете огромное количество гостей, проводите какие-то мероприятия, в том числе, где присутствуют дети, которые могут что-то уронить, разрисовать и так далее. В таком случае, конечно же, лучше истериться и накрыть мебель чехол. В остальных случаях нет этой необходимости, вполне можно как бы... Обходиться без чехол. Можно пользоваться мебелью, вот, по-моему. Продолжение следует... Продолжается наша кимчистка от фирмы ТОП кимчистка. Это самая известная фирма, которая берёт своё начало 8 лет назад. И корни лежат её в Америке. Попросим, может быть, Константин, руководитель фирмы, расскажет нам эту историю, когда будут меняться химические растворы. Так, Константин, расскажите, откуда берёт начало ваша компания, и откуда пришла идея? Наша идея образовалась, в принципе, случайным образом. Мы отдыхали в Нью-Йорке в начале 2008 года, и в номере пролили вино, позвонили на ресепшн, и сообщили о ситуации, для того, чтобы нам в счёт не включили какие-то огромные деньги за нанесение ущерба. К нам пришла бригада мужчины и женщины с пылесосами, со средствами специальными, и это всё удалили. В принципе, мы в тот момент и задались вопросом о том, а есть ли у нас такая услуга в России, чтобы вызвать на дом людей, для того, чтобы почистить мягкую мебель, ковровое покрытие. Приехав в Россию, проанализировали ситуацию на рынке, и выяснилось, что на самом-то деле компаний, которые в таком ключе могут производить работу, их просто не было. Ну и, соответственно, закупили оборудование, первое время там ездили самостоятельно, всё делали, то есть начинали, можно сказать, со своих диванов, со своей мебели, ну и далее, соответственно, начали уже приобретать понимание то, что это востребовано, сделали рекламу, ну и вот образовалось. А помните свой первый заказ, если не сложно? Заказ, я помню, достаточно хорошо, и это, можно сказать, даже был ну не сильно выгодный заказ, а более благотворительный, потому что первая обратившаяся клиентка была пенсионерка с чисткой паласов, знаете, ещё такие, которые в коридорах стелили, там узкие, длинные такие, вот ещё... То есть первая социалка была, социальные вопросы. Непонятно, с 50-х годов каких-то, она обратилась с этой просьбой, то есть мы приехали, почистили, ну, конечно... Условные деньги, ну да, грубо говоря, там на расходный материал, то есть у нас уже тогда был сформирован минимальный заказ, там, 2000 рублей, но с неё мы взяли, там, условно, там тысячу, да, и как бы на этом ограничились, почистив ей помимо этого пола... Но это был первый заказ? Да, это какой? Это 2008 год был? Это, да, это буквально, наверное, после нашего прилёта, там, через пару месяцев, это уже... А из оборудований, скажем так, из пылесосов, что было первым? Знаете, пробовали изначально разные бытовые пылесосы, когда её продавали, если на рынке, то есть пробовали, испытывали, ну, в итоге пришли именно к свецанской марке. У нас в арсенале есть, как свецанский, как невесткий, шляхтеры, Да, интересная история. Спасибо за рассказ. Расскажи, пожалуйста, про рекомендации хозяйкам, если какой-то там разлив произошёл, затекание, как действовать им? На отбивках мягкой мебели рекомендуем всегда в случае, если произошло загрязнение, там, шоколад, кофе, йогурты, ну, не важно что, что сделать? То есть ни в коем случае не тереть, не использовать какие-то разрекламированные чистящие средства, которые якобы панацеи от всего. На самом деле, всё элементарно и просто. Берёте чайную ложку стирального порошка, разводите на 200 мл тёплой воды, то есть делаете слегка мыльный раствор, вливаете в загрязнение и берёте влаговпитывающую салфетку, только не бумажную, и, соответственно, промокаете. То есть... Ну, это вот салфетки, которые, грубо говоря, машина там моет, да? Да, вот эти вот... Нет, они есть бытовые, которые... А у вас нет вот показать? У нас есть, покажи, пожалуйста, жёлтую салфетку. Сюда вот в камеру, если можно. Да, что-то на подобии, но не разворачивай, просто вот покажи, что вот такая вот салфеточка, она имеет прорезиненную основу, и, соответственно, то есть, что необходимо делать? Необходимо промокать. То есть, можно использовать как данную салфетку, так же, как вот, которая есть, как правило, у каждой домохозяйки на раковине такая, знаете, синие, жёлтые, они разные бывают, салфетки квадратные. То есть, что необходимо делать? Необходимо промокать загрязнение, то есть, ни в коем случае не втирать. Как только вы втёрли, вы усугубились в ситуации. Только промокать, да. То есть, таким образом, вы снимете больше загрязнений, чем нежели начнёте стереть, если не дай бог ещё начнёте... Ну и, наверное, сразу позвонить вам, проконсультироваться и вызвать, я так понимаю. Если у вас нет необходимого оборудования для осуществления хищники... И сразу, чтобы мы не забыли, скажите ещё раз телефончик ваш. Не ещё раз, а первый раз. 8-4-9-9-918-05-38. Данный номер указан на сайте компании топхимчистка.ру. То есть, можете зайти на сайт, посмотреть. Значит, топ-химчистка.ру. Я заходил на этот сайт, мне очень понравился ваш сайт. Очень, ну скажем так, ну, доступно написано. И всё растолкнуло. Ничего лишнего. информации никакой или нет. Ну, при создании сайта учитывалось, как бы, в принципе, любые приходи клиента, в том числе, как бы, чтобы было доступно, удобно каждому разобраться с интерфейсом. На моём сайте. А вот такой вот вопрос уже, ну, касаясь развития и истории вашей компании, вопрос со следующего характера. откуда клиент приходит чаще? То ли это клиентская база у вас, то ли это сайт, то ли это какие-то другие рекламные вещи? Знаете, я вам так скажу, что у нас на данный момент, конечно же, и из рекламы идут клиенты, но основной поток – это старая клиентская база, люди, которые начали с нами работать ещё в 2008 году, которые покупали также новую мебель. У нас была акция на тот момент при покупке новой мебели, её последующее обслуживание со скидками, соответственно, люди покупали, нашу услугу мы оказывали, и до сих пор, то есть, они пользуются нашим услугой, их мягкая мебель в идеальном состоянии, то есть, прям как вот они покупали с нуля, так и она и осталась. Да, спасибо, хорошо, интересный вы рассказ, нам сказали спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Химчистка. В продолжении химчистки входной ковер, самый загрязненный такой. Сначала сухая, сейчас влажная пошла. Субтитры добавил DimaTorzok Дальнейшая чистка кожаного уголка идет. Константин Геннадьевич, комментируйте, что сейчас происходит. Наносится специальный раствор, который раскрывает поры и чистит кожу специальной пористой губкой. То есть, видите, образуется небольшая пена. Это, собственно, очищение сейчас. Сразу же, после нанесения, собирается. То есть, быстрее, чтобы не впиталось, да? Ну да, чтобы пока грязь наружу. Сейчас кожа немножечко отдохнула. Где-то там в течение пяти минут прошло. Сейчас наносится кондиционер для смягчения ее. Соответственно, для того, чтобы закрылись кожи и не потрескать за ней. И круговыми движениями растирается кондиционер по подушке. В принципе, я так понял, для домохозяек вот это является рекомендацией, как ухаживать за кожей. Из нашего разговора с вами. По большому счету, да. То есть, необходимый учитель. А какое-то есть предпочтение, каким кондиционером, например, пользуются? Каким вы пользуетесь? Лучше бы пользоваться, конечно, немецкими кондиционерами. Они самые качественные. Нет, на немерах я вам, к сожалению, не понимаю. Нельзя, да? Да, это... Коммерческая тарма. Да, достаточно дорогая. То есть, тот, который мы используем, кондиционер, он стоит порядка 5 тысяч рублей. Ну, вот мы видим все вот эти затертости, которые были. Ну, соответственно, какие-то грязи, да. Вот эти грязи. Основные места поясницы. Вот здесь вот приподеми, которые мы показывали. Ага, все блестил. Основные места поясницы, которые грязные, как правило, и сидящие по душе. Все оттерлось? Все в отличном состоянии. Не вам так много. Не вам так много. Все оттерлось. Да. Все оттерлось. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...